Жизнь в Нальчике сродни хождению по минному полю. Не знаешь, где и когда рванет снова. В пятницу вечером боевики с легкостью попали в город и дали несколько гранатометных залпов по зданию ФСБ республики. Ровно неделю назад неизвестные расстреляли на дороге московских туристов и подорвали канатную дорогу. Вообще в Кабардино-Балкарии все смешалось. Ваххабитское подполье бросило вызов светским властям. Потом появилось светское подполье, которое объявило охоту на боевиков. Социально-экономические проблемы, межнациональные противоречия или банальный передел собственности, что и кто может стоять за обострением ситуации в этой небольшой республике, попытался разобраться Роман Никифоров. Четыре выстрела из гранатомета по зданию республиканского управления ФСБ в самом центре Нальчика в разгар контртеррористической операции в Крэльбруссии. И это было только начало. Граната взорвалась в ведомственном санатории госбезопасности. Обстреляны два поста ДПС в разных концах города. Наконец, под утро атаки подверглась местная АЗС. Всего, по данным силовиков, в дерзком нападении на город участвовали 12 боевиков, разбитые на 4 группы. Задержать никого не удалось. Две версии основные, на мой взгляд. Или оттягивают сюда внимание с тех зон, где наводится порядок, или демонстрируют кому-то, показывают о том, что они определенную силу и влияние имеют. Когда-то Кабардино-Балкария была излюбленным местом не террористов, а туристов. Великолепная природа при Эльбрусе. Чистый воздух, до 300 солнечных дней в году. Водопады, целебные воды, горные озера и, конечно же, снежные склоны, лыжи, скейтборд, маунтинбайк, альпинизм. Да и имена жителей самой республики куда чаще попадались не в криминальных, а в спортивных сводках. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, легкая атлетика, гиревой спорт, все виды единоборств, бокс, самбо, греко-римская борьба. А это традиционная свадьба с соблюдением всех обрядов. Национальные костюмы, блюда, танцы, испытания на силу и ловкость. Этническими реконструкциями занимался историк Аслан Цепинов. Местные ваххабиты ему неоднократно угрожали. Мол, не всякое культурное наследие полезно, нельзя отходить от ислама и вспоминать о язычестве. И вот за три дня до Нового года этнографа застрелили рядом с его домом. Сейчас вспоминаю слова еще Дудаева Джохара, который в 94-м, в 95-м и чуть позже говорил, что мы должны разбудить Кабардино-Балкарию, эту спящую красавицу. Если раскачать Кабардино-Балкарию, то получится, знаете, вот такая вот дуга нестабильности на всем Северном Кавказе. От восточной ее части, скажем, вот от Дагестана и до западной его части. Журналисты подсчитали, за последний год в Кабардино-Балкарии убиты 23 и ранены 35 силовиков. В мае взрыв на ипподроме в Нальчике, в июле нападение на боксанскую ГЭС. Их списали на попытку сорвать назначение на второй срок местного президента Арсена Конокова. Однако главу утвердили, а боевики не снижают активности. В ноябре убит финансовый директор ОАО «Канатные дороги при Эльбрусье» Юсуп Таукенов 15 декабря. Расстрелян муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев. Были, которые к нему прямо открыто подходили и говорили, мы вынесли тебе смертный приговор. Как ты смотришь на это? Ему в лицо говорили. В декабре же произошло и первое групповое убийство. От рук бандитов погибли семеро охотников из соседнего Ставропольского края. Наконец, очередной всплеск активности в последние две недели. 18 февраля преступники расстреляли машину с туристами из Москвы. Три человека убиты, двое ранены. Затем подрыв «Канатной дороги» плюс один предотвращенный теракт. Возле одной из гостиниц нашли автомобиль, начиненный взрывчаткой. Около 70 килограммов тротила. Мне стыдно на встрече с президентом Российской Федерации, мне стыдно было ему в глаза смотреть за то, что происходит у меня, у нас в Кабаринобалкарии. Все люди, проживающие в России, мечтают, мечтали теперь уже, приехать сюда отдохнуть, покататься на лыжах. Приехать отдохнуть, поесть национальную кухню, увидеть национальные традиции, культуру, гостеприимство. Как мы довели ситуацию до такого состояния? Кто в этом виноват? Разбор, как это могло случиться, по традиции начался с социально-экономической версии. Кто-то из местных чиновников намекнул, безработица и нищета толкают людей в объятия ваххабитов и нужны деньги, много денег. Как показывает практика, обычно такие разговоры приводят к очередной дыре в российском бюджете, куда безвозвратно уходят гигантские суммы. Но с Кабардино-Балкарии этот номер не прошел. Республика не бедствует, да и природные условия благоприятные. Многие жители зарабатывают на жизнь в своих подсобных хозяйствах. Я уже на пенсию, я нахожу работу, например. А кто не хочет работать, он никогда не найдет, потому что нет желания. Если вы думаете, что в Сибири живется легче, если вы думаете, что в Сибири условия лучше, если вы думаете, что там рабочих мест в 10 раз больше, это глубочайшее заблуждение. Если вы думаете, что на территории Сибири не живут люди разных национальностей, вероисповедания, это глубочайшее заблуждение. Если вы думаете, что мы отъедем 20 километров от Москвы и не увидим, скажем, заброшенные предприятия, или не увидим, так сказать, ветхие села, ветхие жилья, вы заблуждаетесь. Есть версия, что за боевиками стоят мафиозные структуры, которые хотели прибрать к рукам наиболее ликвидные активы, те же канатные дороги, которые сейчас полностью контролируют государство. Программа развития туристического бизнеса в республике также сулит появление новых лакомых кусков. Например, туристический комплекс «Лебрусское ожерелье» – это 300 километров трасс с искусственным снегом, 8 канатных дорог длиною в 100 километров, каток, гостиница – всего на 600 миллионов евро. Еще пять крупных инвестпроектов до 2020 года – 25 тысяч туристов, 20 тысяч рабочих мест и миллиард рублей. Это только начальные инвестиции. Кстати, в Москве до сих пор не склонны драматизировать ситуацию. Никаких изменений в планы освоения при Эльбрусе пока не вносили. Проект рассчитан до 2020 года. Он осуществляется планомерно, последовательно. Здесь никаких шапкозакидательских настроений, конечно же, ни у кого нет. Догнать и обогнать Куршавель – это мы держим, наверное, в уме. В самой же республике оптимизма и энтузиазма куда меньше. Режим контртеррористической операции расширяется. Сегодня он введен также на части территории Нальчика, в некоторых населенных пунктах Черкесского и Чигемского районов. Правда, поймать или уничтожить кого-либо из боевиков до сих пор не удалось. Власти просят поддержки у населения и предлагают людям несколько экстравагантные способы борьбы с террором. Есть, раньше же было в истории, что из сел выселяли людей. Если есть человек, который нарушил или не по закону живет, то что всем селом собраться, старший, молодый или нет, сказать ему, слушай, ты не должен жить среди нас. Не хочешь ты по закону жить, по традициям, по обычаям, по законам общероссийским, то нечего ты в этом селе жить. И население, похоже, откликнулось. О себе заявили черные ястребы, эдакое подполье против подполья, тайная антивахабитская организация. Они уже провели первую акцию, бросили гранату во двор дома, где живут родители одного из боевиков, Астемира Мамишева. Выбиты стекла, пострадавших нет. Кроме того, выложили в интернете два видеоопрощения к вахабитам. Те из вас, кому посчастливится умереть своей смертью, закончат свои дни в вонючих лесных ядрах. Кто не заплатил своей кровью, тот заплатит своими слезами и кровью своих родных. Эксперты уверены, что это тревожный сигнал. Если организация действительно возникла сама, значит власти не контролируют ситуацию в регионе и можно ждать новых вспышек насилия. Хотя более популярна версия, что черные ястребы родом из спецслужб. Людей же надо вооружить, людей надо как-то собрать. Но просто так это тоже не бывает. Поэтому ничего исключать из этого нельзя. Но насколько это доминирует сейчас там. Потому что, знаете, можно дать запал какой-либо организации, действия, а потом она сама как бы пойдет. Здесь можно вспомнить историю одной общественной организации, созданной спецслужбами «Талибан», которая, как говорится в популярной социальной рекламе, выросла и забыла своих родителей. А ее нынешние цели и задачи сильно отличаются от первоначальных. Роман Никифоров вместе из России.